здравствуйте друзья у нас завсегдота и кремниевой долины новые иммигранты представляйтесь на всякий случай вас может уже не все знают а может кто-то уже и подзабыл давайте детали а меня зовут надя надежда надежда вы у нас сколько уже пару раз тут были да значит вы приехали 20 какого сказали восьмого июня то есть это прошло сегодня у нас 12 то есть грубо говоря почти три недели почти три недели 2 2 2 2 господи конечно 2 как я вам 50 процентов накинул значит как вы за две недели вы уже спите по ночам днем спать не хочется отлично уже мы адаптировали адаптировались теперь капитан к продуктам питания привыкли привыкли кастрюлю сковородку завели закупили так то есть как тут готовится нормально отлично не 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 поправляетесь не худеете вы просто очень много ходим машины нет пока это неплохо может вообще он без машины так будете не без стране так ну хорошо так а куда вы ходите куда мы только когда вчера и позавчера не позавчера мы дошли первый раз до даунтаун чего пешком маунтинге 20 минут тут рядом подойти так как далеко вы от школы поселились ты минут сколько пятнадцать пешком то может не на улице лейзем хорошо значит расскажите всем я помню ваше мучение там по поводу жилья значит сколько сколько чего получилось но мы сняли ван бедрум за 200 это очень хорошо туда входит что нибудь там ничего не то есть электричество отдельно вода отдельно ну хорошо теперь значит почему скажешь это хорошо то есть было много вариантов дороже был были варианты пару вариантов было но цена две триста без ничего но это ван бедрум просторный чистенький или черт-черт что честно а в сравнении с другими которые вы видели другие были а этот еще приличный и за 200 ладно хорошо румейтов не хотите брать там пока 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 не думаем а дальше будет видно ладно значит вот друзья что такое в сезон-то приезжать тяжело так полторы тысячи down payment не down payment я извиняюсь депозит депозит ну хорошо значит а какая мебелька что у вас есть как вы живете то есть у нас что мы купили матрас надувной надувной матрас на первую почем матраш матрас 80 нет 70 долларов но это вы хорошие купили бывает за тридцатку и другие в какой-то момент начинают спускать воздух но в чем есть прелесть что в течение скольки там 90 дней можно его вернуть если в живем же кроватью можно вернуть это уже есть хорошо это такой лайфхак понятно значит как вам вообще вот тут по америке гуляется очень хорошо да да нам нравится чистый воздух белки цветы в общем люди вас не обижают не обижают а что вам говорят хай говорят вам хай это кто же вам так и на кассе и по улице вот и в банке у нас уже в банке правда знает мы каждый день туда ходим у нас уже через двери но что вы там с маленькой проблемкой а это вот то что кредит который они мнения талеры то мы когда ехали сюда деньги у нас на украинской карточки будем банки то есть тут мы открыли счет метрик американский этим с той карточки перевести на счет американский то есть ну как бы снять с украинской карточки поставим им точно так и карточка это не кредитной карточка это просто счет банка желание роба чекинг аккаунт хорошо расчетный счет. То есть вы хотите перевести деньги с расчетного счета в Украине на расчетный счет в Соединенных Штатах и... И вот проблема, приходим каждый день, превышен лимит. Мы уже и там в Украине в банк звонили, центральный прям. А какой лимит превышен? Мы не знаем, превышен ли лимит. Звоним в Украину, они говорят, лимит вам поставили уже, то есть есть лимит в день. Сколько? Там, допустим, какая-то сумма. Было 3200. Ну, это прилично. Мы уже 2 снимали. Раз пошло, раз не пошло. В общем, как... Подождите, а вот я помню историю, мы когда приехали в гостиницу, они никак не могли вашу карточку прочаржить. Без проблем. Там стоял лимит, интернет-лимит. У нас как-то в Украине есть на интернет-лимит, то есть покупки, и есть лимит на снятие денег отдельный. Это был интернет-лимит. Я его сделал вечером, мы пошли, оно все пролезло. А, то есть в гостинице вы быстро разобрались? Да, без проблем. Ну, друзья, я хочу сказать такую мысль. Уже с возрастом, знаете, ставим все мудрее. Я хочу сказать, что гораздо лучше иметь проблему с переводом денег, чем иметь проблему с наличием денег на счету. Ну да. Это с возрастом начинаешь понимать. Значит, ну хорошо. А есть у вас тут соблазны? Ну, пока еще нет. А вот было такое, что вот хочется чего-то, думаешь, нельзя, не буду, но хочется. Вот что-нибудь такое. Ну, может, какой-то красивый диван еще пока. Мама. Да, что-то такое. А что вам выпендриваться? Что вам красивый диван? Ну, как бы, ну, хотелось бы, чтобы все удобно, как бы, уютно. А, ну, ты как, окей, еще не работаю, то уже... Ну, пока еще нет. А хочется. Уже им диван. Знаете, был такой анекдот, как сидит ворона такая задумчивая на ветке, и идет медведь. И медведь говорит, ворона, говорит, а ты чего так как-то сидишь вот так как-то? Он говорит, это я, Миша, выпендриваюсь. Он говорит, а я, говорит, а мне тоже можно. Он говорит, можно, залезай, вот садись и выпендриваюсь. Он, значит, лезет, 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 ну, как-то пытается на эту ветку сесть, и ветка хрязь, и обламывается. Ну, ворона взлетает, значит, а он вниз. Ну, и ворона говорит, ты посмотрите на него, говорит, летать не умеет, а выпендривает. Вот это правда, вот хорошая никуда. Ну, хорошо. Родители чего говорят? Родители поддерживают. Поддерживают? Ладно, ну, вы общаетесь. Общаемся. Ну, правда, немножко неудобно, как бы, разница во времени большая, 10 часов. Ну, шикарно. 10-9, да. То у нас уже, как бы, у них день заканчивается, а у нас только начинается. Да, вот я вот только что маме звонила, у неё сейчас полодинства вечера. Подожди, я что-то не понял. Вот я когда в трансляцию свою выхожу, у меня по сравнению с Москвой 10 часов, а у вас, наверное, ещё меньше должно быть. Если с Москвой 10, да. А вы там... Сейчас запустим приложение, посмотрим точно. Я живу по приложению, у меня есть интересное приложение. А то, так знаете, думал 10, а оказалось там 8. Ну, сейчас вот у нас в Украине 11. А у нас час. А в Москве сколько, можете сказать? Сейчас скажу. Давайте. Секундочку. Так, говорите всю правду. Всю правду сейчас расскажу. Так. У вас в Москве это вообще какая разница во время часов. А почему и в Москве 11? А в Москве, наверное, время не переводила. А раньше же было. А, это у кого-то есть летнее время, а у кого-то нет. Я понял. За счёт того, что у вас перевод был. Переводят, да. У нас был перевод. А там уже не хотят. Да. Вот то же самое, да, Москва и Украина. То есть вы сейчас в одном временном поясе. Замечательно. Хорошо. Значит, если люди хотят там поскандалить, могут пойти, им удобно всем. Тем и этим там могут садить на форумах, там пособачиться. Это удобство. Ну, что же. У нас ещё группа скоро? Ну, да. Когда? Недельки три. Три, да, осталось. Это когда? Это 8 августа. А, так это вы сегодня пришли записываться в группу, что ли? Ну, да, да. А тест вы брали? Ну, мы сейчас ещё это всё обсудим. Мы ещё не брали. Ещё не брали тест. Да, да. Ну, давайте. У нас тест надо брать. Конечно. Обязательно. Ладно. А на эти три недели у вас какие творческие планы, что вы будете делать? Мы? Да. Может, вы работать пойдёте? А можно без СССР, да? У вас в паспорте есть бумажечка вклеена. Видели бумажечку? Да. Вот. Если вы сейчас её достанете, бумажечку из паспорта ваш, достанете и посмотрите, что там написано. Там написано, что вот эта бумажечка заменяет вам грин-карту на год. То есть номера социального страхования там нет. Это правда. Но работать вы можете с первой секунды. Единственное, что там... Ну, потом сообщите, чтобы налоги платить. Вы, конечно, можете работать. У вас есть права. Вы как с грин-картой. Да, это отлично. Без номерочка. Конечно, если вы пойдёте в какую-нибудь маленькую кофейню, может быть, они не знают, что с этим делать. Возможно. Это правда. Если вы пойдёте в какую-то фирму, там, ну, покрупнее, где есть human resources, там, такой план, они без труда это всё. Действительно, некоторые жаловались, что вот, когда узнали, что номера нет, начинают подозревать, что это, значит, там нелегалы какие-нибудь, там шарахаются. Есть такие люди, которые, в принципе, шарахаются. Есть. Но в Кремниевой долине, я вам скажу, уже настолько нашарахались все, что вряд ли где-то ещё шарахаются меньше, чем тут. Ну, может быть, в Нью-Йорке тоже самое. Там тоже по всему привычный, там такой поток. Так что, в общем, жить можно. Можно. Да. А вы наши видео смотрите или у вас интернета нет? Есть. Есть. Ну, или интернет. Вай-фай. Вай-фай. Смотрите видео наши? Смотрим. Да, конечно. Вдохновение какое-то поступает? Поступает. Так, от чего конкретно давайте? Что вы такое смотрели, что вдохновение подступило? Ну, вот это ваша история успеха. А, конкурс. Я сегодня второе видео повесил. Да, посмотрю. Так получилось, что почему-то, вот я говорю, давайте там любой успех, но пока что два видео и оба о том, как люди в тестирование переходили. Вот одна женщина в России, другая сюда приехала в онлайн-классе училась. Я-то не имел в виду так уж сузить. Прям мне даже как неудобно. Получается, что мы как-то рекламный такой конкурс до школы устроили. Я не имел в виду даже, что так будет, но пока вот так. Пока да? Пока вот так, да. Ну, не знаю. Ну, вообще, я хотела сказать, что все ваши видео нас мотивируют. Вы можете сами поучаствовать в конкурсе. Пока. История успеха. Может быть, вы преодолели что-нибудь. Мы подумаем над этим вопросом. Ладно, давайте. И все, кто нас смотрит, тоже пусть думают. А есть дело, которое вообще не требует никакой мысли. Вот, мы сейчас все, друзья, мы все с вами, совершенно не задумываясь, вот, ставим лайк, вот, чтобы, значит, наши… Обязательно. Вот, чтобы наши… А вы тоже так сделаете, вот, по лайку. Вот у нас, пожалуйста, значит, два лайка, остальные за вами. Да. И до следующих сюжетов. Чем больше лайков вы поставите, друзья, тем чаще наши гости будут приходить. Да. Так. Счастливо. Счастливо.